БК «Запорожье» БК «Запорожье» БК «Запорожье» БК «Запорожье» Но резервы тоже не бесконечные, в особенности, когда некоторые депутаты решают блокировать решение о уже выделенных средствах, не имея на то никаких причин. Чтобы решить финансовую проблему профессиональных баскетболистов, Запорожская областная федерация баскетбола стала инициатором проведения круглого стола с участием руководства областного совета и облгосадминистрации, спортивных функционеров и депутатов. Однако желание выслушать мнение профессионалов спорта ни у депутата Ковылиной, ни у тех, кто разделяет ее взгляды, к сожалению, не возникло. «На сегодня из 894 тысяч гривен, которые выделены на год, баскетбол получил 95. То есть еще 800 тысяч их надо выбрать. Это все благодаря, вы поняли, горе депутатам, которые сделали, вот я не все говорю, а именно конкретно несколько, которые не понимают этого всего». Такие финансовые трудности вновь ставят под угрозу существование профессионального баскетбола в Запорожье. В прошедшем сезоне была задача сохранить и развить команду. Но без поддержки это невозможно, говорит директор клуба Виктор Стельмаков. «Да, трудная ситуация в стране, мы понимаем. Но и нам-то денег надо не очень много. По сравнению с тем, скажем, частным клубом, который существовал в Запорожье раньше, у нас смета, но бюджет клуба в 10 раз меньше, годовой бюджет меньше». Очередной крик души появился на днях на билбордах города. Рекламные плакаты с просьбой поддержать профессиональный баскетбол развешаны по всему областному центру. Круглый стол, на который возглакали большие надежды, в предполагаемом составе так и не собрался. А это значит, что решение острой проблемы откладывается на неопределенный срок. Если вам не безразлична судьба баскетбола и баскетбольного клуба «Запорожье», то любой пассивный вклад может сохранить команду.